Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14 часов 17 минут по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. 16 февраля 2024 года в различных СМИ начали тиражировать информацию о смерти популярного российского политика Алексея Навального. Такое заявление было опубликовано на сайте Федеральной службы исполнения наказаний РФ. После этого мир услышал заявление Юлии Навальной, жены лидера оппозиции России, которая в тот момент находилась на Мюнхенской конференции по безопасности и выступила с обращением о возможной кончине мужа. Все уже видели приходящие сегодня ужасные новости. Я долго думала, стоит ли мне выйти сюда или сразу улететь к моим детям. Но потом я подумала, что бы сделал Алексей на моем месте. И я уверена, что он бы был здесь. Он был бы на этой сцене. Я не знаю, верить или нет тем новостям, ужасным новостям, которые мы получаем только из государственных источников в России. Потому что долгие годы, и вы все это знаете, мы не можем верить Путину и путинскому правительству. Они всегда лгут. Сразу после этого сообщения президент США Джо Байден провел специальный брифинг журналистами и назвал смерть Навального военным преступлением. Он также добавил, что, несомненно, в его смерти виновен Путин, больше никто. Мы еще не знаем точно, что произошло. Но нет неких сомнений в том, что смерть Навального – это следствие того, что Путин и его окружение сделали. В этот же день во многих городах России и по всему миру люди начали проводить памятные акции в честь политика Алексея Навального. Сторонники доведенного до смерти политика собирались практически и во всех штатах Америки, которые приходили целыми семьями и приносили плакаты с изображением Навального. Положение дел в России следовало, наверное, это ожидать рано или поздно. Можно сказать, его на протяжении двух лет, что он находится в колонии, пытали, убивали. Все-таки режим достиг своей цели. На самом западе США, в Калифорнии, люди собирались в столице штата, городе Сакраменто, в городе Сан-Франциско и в Большом Солнечном Лос-Анджелесе. Мероприятие было запланировано спонтанно и организовано на закате дня в 6.30. Люди начали собираться в общественном парке знаменитого городка Беверли-Хиллс. Именно здесь находится одноименная всемирно известная вывеска. Обычно здесь много торжествующих туристов, но не в этот раз. Сегодня здесь собрались россияне и те, кому было важно почтить память узника путинского режима в России. Мой день начался с того, что меня жена разбудила всем утро с этой новостью. Извини, самое ужасное, что я не могу. Последние 2-3 года я готовился. Понимал, что это может произойти, но, как выяснилось, я не готов. Это ужасно. Что дальше будет с людьми, с Россией в целом? Мы сейчас здесь сидим в безопасности хорошо. Многие просто не понимают, что происходит. Потому что у меня сегодня некоторые друзья только начали интересоваться, кто это. Алексей Навальный для многих был символом надежды на положительные изменения в России. Его предполагаемое убийство заставило сторонников собраться и поделиться переживаниями. Последняя воля Алексея на случай его смерти, как он сказал, что бояться как раз-таки не нужно. К сожалению, мы, как люди, которые первые почувствовали эти дуновения, смену ветра, сейчас переместились сюда. Но, тем не менее, даже отсюда я очень жалею, что не могу это сделать в своем городе, родном Нижнем Новгороде. Но я сейчас говорю всем, кто остался в стране, вы не одни, у вас есть голос, вы огромная сила. Не нужно бояться этого режима. Слушай, ну а как ты думаешь, там вот в России сегодня тоже выходили и завтра будет выходить? Ну а что, задержания начались? Будут задержания, будут посадки. Надо выходить. Стоит ли бояться или уже бояться нечего? Я считаю, что еще не дошло до такой точки кипения, как у нас было в известном 37-39 году при сталинских репрессиях. Тем не менее, режим показывает, что он будет именно к этому стремиться, насколько я сейчас вот просто понимаю эту ситуацию. Народ у нас очень терпеливый, но любой народ можно довести до точки кипения. Сейчас я считаю, что нет больше альтернативного выхода, кроме как смена власти насильственным, сильным путем, путем грубой силы. Потому что Борис Немцов был первым таким политиком, от которого избавились путем убийства. Он был очень неудобен в тот момент режиму путинскому. Я считаю, что Алексей Навальный станет последним таким представителем той, возможно, свободной России мирным путем. Когда уже, вот я сейчас потерял сегодня практически всю надежду в то, что может смениться власть сама по себе как-то или путем выборов. В 2024 году вышел документальный фильм о жизни и борьбе Алексея Навального в России. Кульминацией картины является его доказанное отравление российскими властями. В 2023 году здесь же, в Лос-Анджелесе, американцы вручили премию «Оскар» создателям картины Навальной. Минутная часть из данного фильма была показана на проекторе участником памятной акции «Политика», в которой он отвечает на вопрос о его возможном убийстве. «Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Но и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Два года назад пляшевая тварь в Кремле со своей свитой украл у меня лично мою жизнь. Вы из России? Да. Сегодня он украл жизнь у Алексея и, соответственно, украл его у всего мира. Помните Алексея. Не сдавайтесь, кто там еще есть. Памятная акция в Большом Лос-Анджелесе продлилась несколько часов, после чего люди смогли оставить цветы и свечи у главного фонтана – парка, чтобы многие жители знаменитого мегаполиса могли обратить внимание на трагедию со знаменитым лидером российской оппозиции. Немцова – нет, Крым – есть. Восемнадцатый год Навального не допускают. В девятнадцатый его первый раз травят, второй раз его травят в двадцатом, и об этом уже узнает весь мир, и весь мир уже становится уже в ужасе. И я не понимаю, как люди могли уже терпеть это дальше, как они могут просто проходить мимо, не понимать этого. Алексей Навальный в разные годы занимался борьбой с коррупцией в России, за что и поплатился жизнью. Он участвовал в выборах мэра Москвы, и если бы не махинации со стороны властей, тогда бы мог занять место градоначальника российской столицы. В 2018 году Навального не допустили до президентских выборов, и это и вызвало протесты по всему миру, в том числе здесь, на территории США, в Калифорнии. Убийство Алексея Навального в российском СИЗО 16 февраля 2024 года стало одной из важных новостей мировых СМИ, которая наверняка сохранит свое лидерство еще долгое время. Редакция СМИ «Славянский Сакраменто» выражает слова соболезнования родным и близким Алексея Навального. Скорее всего, по всему миру в ближайшее время появятся памятники и названия улиц с именем лидера российских политических протестов, которые будут иметь одну из главных, хоть и сомнительных фраз, озвученную самим Навальным. Наши зарплаты и качество жизни будут расти. В этом нуждается сейчас наша страна. Это путь к прекрасной России будущего, и я смогу вести Россию этим путем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова